Новые игроки не знают, а старые давным-давно забыли, что в игре Симулятор Автомобиля 2 было действительно очень жесткое задание за полицию и за мафию, где, собственно говоря, происходит вообще жесткий трэш. Поэтому, ребята, досматривайте до конца, сегодня будет весело. Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Хасл Онлайн. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Хасл Онлайн» с телефона, потом нажать на кнопку «Играть бесплатно». И дальше нужно выбрать, если у тебя iPhone, тогда App Store, а если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать мой личи Топчанский. Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «ТОП», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на «Хассл» и играй вместе со мной. Так, принимаем задание от полиции и мы узнаем, что какой-то человек, собственно говоря, в опасности. Где-то он находится у мафии в очень больших проблемах. Поэтому давайте сейчас поедем туда и узнаем, что там происходит. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут действительно какая-то суета. Так, я вижу, что тут мафия и нам нужно как-то быстро её нейтрализовать. Потому что, посмотрите, тут очень много полицейских. Так, включим мигалки и скажем так. Вы все арестованы. Руки за голову, быстро. Бегом, 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 бегом. Так, одного мы сразу же скрутили. Ты чё там мне говоришь, рассказываешь. Тоже скручен. Вы арестованы все тут. Все поголовно, кто мне будет чё-то говорить. Все вы будете арестованы. Быстро и очень моментально. Потому что вы все преступники. Заложники тут не нужны. Всё. Забираем, собственно говоря, вот эту вот девушку. И везём её в полицейский участок. Для того, чтобы разъяснить, что тут происходило. А вы все будете сейчас задержаны. Моя уже группировка полицейских едет за вами. И вам тут не сдобровать. Камеры включены. Вам стоять. Никто не двигается. Сейчас уже приедет подмога. И всех вас скрутит. Так, девушка. Ну а вы не переживайте. Всё в порядке. Я даже выключу мигалки, чтобы вы не переживали. На самом деле, в этой игре бывает такое всё. Ну, в этом городе происходит такая суета. Поэтому особо сильно не переживайте. Всё в порядке. Как видите, действительно, я вас спас. А эти люди, кто только что хотели вам причинить какой-то вред, они действительно будут наказаны. И особое внимание полиция уделит их и их делам, чтобы действительно их наказать по всей строгости, строгости закона. Ну а вы можете поставить нам оценку в Google Maps. Потому что мы действительно хотим топовую оценочку. Всё, ладненько. Так, нам теперь нужно ехать к месту назначения. Я так понимаю, что сейчас полицейский участок уже вам не нужен. Я так понимаю, что мы поедем к вам домой, видимо. Просто вас домой отвезём, и всё. В принципе, ничего особо не нужно нам. Просто вы будете отдыхать. Но перед этим мы, я так понимаю, заедем в больницу. Да, уже с больницы. Вы можете уже смело поехать домой. Вам нужно будет немножечко отлежаться. Так, тут у нас, видите, немножечко есть люди, которые нарешают правила дорожного движения. Но я сейчас вас отвезу. И после этого сразу вернусь. Вот того чувака. Буду действительно тоже оформлять. Потому что что-то нарушает. Этот, столбы сбивает. Короче, работы очень много. Всё, девушка. До свидания. Всё, спасибо. Вы свободны. Всё, отлично. Мы только что закончили одно из жёстких заданий. Ещё я хочу показать. В игре есть действительно ещё интересное задание, которое наводит на самом деле интересные вещи в игре. Так и называется конфискация. Возьмите автомобиль должника и доставьте его в базу мафии. Возможно, даже это одно из тех заданий. А возможно, это богатый должник. Вот оно, то самое задание. Сейчас нам нужно будет заняться именно этим жёстким заданием. Короче, некоторые вот эти вот преступники, банды мафия взяли в заложники одного человека, который действительно очень богат и хотят навести с ним суету. Мы тут можем выбрать, что с ним конкретно сделать. Мы либо можем его помочь ему, этому должнику, либо, наоборот, мы можем его отвезти. То есть тут две разные есть концовки этой миссии. Мы либо можем устранить вот этих вот людей, вот этих вот помочь должнику, либо взять этого чела. Просто берём и всё, подождите. И мы его проводим до багажника, да, собственно говоря. А нет, конкретно по-другому можно выполнить эту миссию, но, скорее всего, её немножечко пофиксили, потому что до этого можно было его ударить, и они бы сразу бы в багажник бы прыгнули. Так, ну, это немножечко не то. Немножечко не то. Но, смотрите, если я нажму выйти из миссии и попробуем пройти её ещё разок, то, возможно, у нас будет какая-то другая концовка. Смотрите, давайте будем проверять. А теперь таким же образом берём... А, ограничено. Хм, интересно, почему это мне игра ограничивает это задание, хотя я, в принципе, наоборот хочу его ещё раз пройти. Какое они имеют право мне запрещать его проходить? Довольно странно. Очень странно. Возможно, это дело сводится с конфискацией. И возьмите автомобиль должника, и отправьтесь на базу мафии. Окей, давайте проверим, что это. Потому что бывает такое, что одно и то же задание, оно выглядит по-другому. Но, действительно, там есть концовки с разными видами багажников и всякое такое. Так, тут у нас тачка должника. Действительно крутая, мощная и интересная. Но это задание не то. Тут нету человека и уезжать, точнее, некуда. Некуда, некуда, некуда. Но я уверен, что у нас, если была бы бита или что-то такое, мы бы могли, собственно говоря, взять и навести эту суету с этим заданием. Но, как видите, разработчики ограничили возможности, чтобы биту доставать, всякое такое. И тут, я понимаю, что у нас есть выбор. Мы можем либо помочь должнику, либо, наоборот, помочь мафии. То есть, тут вообще есть два выбора расхождения из этой ситуации. Видите, гелик сломанный. Гелик вообще просто поломан жестко. Причем, с ним нечего сделать особо. Он сломался и колесо отвалилось. Окей, это ладно. Но у меня нету возможности даже по-другому переиграть эту миссию. Возможно, знаете, как это можно сделать? Попробовать сделать самостоятельно с помощью машины. Вот таким вот образом. Возможно, 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 возможно. Либо помочь должнику, либо вот так вот сделать. Так, ничего не происходит. Походу, так пройти эту миссию нельзя. Ммм, да. Все-таки разработчики убрали выбор другого исхода ситуации. Ммм, да-да-да-да-да-да. Видимо, только так, как я хотел. То есть, можно, в принципе, даже не нажимать на помощь должнику, а просто нажать на кнопочку взять и все. Но это странно. То есть, хопа, мы что-то на него нажали и он куда-то пошел. Да, совсем пофиксили. Говорю, все, иди гуляй. А ну-ка, ты тоже. Все, иди домой, не кричи. Все, говорит, все, ладно, я пошел. Пошел домой. И куда они идут, вообще непонятно. Возможно, суетятся. Возможно, они станут новыми гражданами. Возможно, просто куда-то будут идти долго, а потом упрутся в море и будут идти по морю. Такое тоже может быть, в принципе. Но должник, сразу же, я так понимаю, сел в тачку. И тут должен быть вообще выбор, куда мы его можем отвезти. Довезти к месту назначения, либо наоборот, домой, либо в больницу. Все может быть по-разному, но в данной ситуации мы его везем вообще на карте в аэропорт. Короче, чтобы он отсюда уехал. Хотя задание, наоборот, было на мафию. И мы, получается, на этом заканчиваем сюжет, арку работы с мафией. То есть, в принципе, довольно прикольно. Поэтому, ребята, в принципе, на этом все. Кодовое слово в этом ролике. Пускай будет крутая мафия. Все, кто напишет слово крутая мафия, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был Личи. И всем до скорых встреч.